Так мы продолжаем рубрику фико-человеческих взаимоотношений и мы остановились на пункте на параграфе о том как пророк с мудростью относился к женской ревности. Вопрос актуальный и даже очень актуальный поскольку практически чуть ли не каждый день возникают семейные конфликты именно на той почве что мужья неправильно ведут себя особенно это тех касается братьев которые практикуют многоженство я к сожалению таковым не являюсь вот но я это вижу неправильно реагирует на женскую ревность а женская ревность она естественная естественно то есть это естественное качество любой женщины и как мы увидим из тех примеров которые сейчас приведу касающихся непосредственно семьи пророка с Алсалем жен пророка с Алсалем вы это увидите и прочувствуете сами вопрос более того актуален даже для тех кто принципе не практикует многоженство она в принципе так актуально поскольку любая женщина как я подчеркнул в ней с ревности меня в личной практике даже сталкивался с такими случаями когда братья жалуются на то что жена очень ревниво и ведет себя неадекватно вот давайте все внимательно посмотрим как пророк салем относился к вспышкам ревности женщин в некоторых сообщениях так как бы прописная истина которая сказал автор здесь ее приводит так и сказано это приводит табарани от ибн масуда то есть сообщение как хадис слабое но как изречение сподвижника перед на ибн масуда но как бы можно сказать что правильно поэтому его и приводит поистине аллах предписал ревность женщинам то есть ревность она и женщина это все естественно вот что передает аиша как я уже неоднократно подчеркивал эта рубрика эти уроки они интересны чем они интересны тем что здесь мы приводим непосредственно эпизоды то есть жизненные эпизоды именно из того золотого поколения сподвижников матерей верующих и так далее потому что у нас зачастую в голове что у нас зачастую идеал сподвижники матери верующих и так далее то есть у нас такое ощущение представление что они не сталкивались теми проблемами конфликтами с которыми мы сегодня сталкиваемся на самом деле нет они тоже сталкивались сталкивались с теми же самыми проблемами что и сталкивается наше современное общество вот вопрос том как решать эти конфликты как как вести себя правильно чем руководствоваться и вот эти примеры они как раз нам дают указание ваиша передает что посланник аллахаса салям как-то вышел ночью покинул то есть ее получается это был ее день и он вышел от нее покинули калят в ритуале она сама себе говорит я заревновала то есть почувствовала ревность причем здесь поясняется что она как бы взволновалась то есть эта ревность проявилась на ней внешне и пророк салям вернулся когда увидел это то есть она видимо то есть ее поступки ее поведение указывала на это и пророк салям понял это и он спросил у аиша что с тобой агирти ты ревнуешь то есть тебя всплеск ревности она ответила а почему бы мне такой как я не ревновать такого как ты то есть почему я имеется ввиду подчеркивает свое как бы достоинство что она самая молодая вот и так далее а ты пророк почему бы мне тебя не ревновать это имеет ввиду и тогда посланник аллах салям говорит а каджа аки шайтану то есть это как бы порицание ей ну такой легкой вопросительной форме у аиша к тебе пришел твой шайтан то есть намек на то что это от шайтана палят я рассуляла а ума айни шайтан аиша спрашивает у посланника а разве со мной шайтан пророк говорит да культу а маку ли инсан наверное а с каждым ли человеком есть шайтан у каждого ли человека есть шайтан колена он говорит да культу а макая расула аиша опять спрашивает и даже у тебя у посланник аллаха есть шайтан он говорит да а лякина руби а айнани алейхи хатта ассалям пророк салсал говорит да однако господь мне господь мой помог мне справиться с ним покуда он не покорился либо же не принял ислам по-разному трактуется учеными здесь имеется ввиду шайтан имеется ввиду карин карин сопутник о котором упоминается частности суриков что у каждого человека есть сопутник из числа джинов который доносит который наущает помимо ангелов вот воинство скажем и близ таким образом он пытается сбивать людей с истинного пути так как он поклялся это делать своему господу как это упоминается в коране вот но аллах фантале помог своему пророку так что и его шайтан принял ислам согласно одной версии трактовки согласно другой что тут понял что это бесполезно делать и смирился покорился и не наущал пророку сэн аллаху алейхи вассалям дурного более того есть другой случай связаны опять же с аиши как она заревновала пророка с аллаху алейхи и более того она даже вышла из дому сейчас мы будем подробно это разбирать и проследила куда пошел пророк с аллаху алейхи представьте себе вот что она говорит когда была моя ночь аиша говорит кана набию фига инди просто был у меня в доме он повернулся и положил свое ридарь да это часть одеяния ухалена алейхи и снял свои сандалии и поставил их около своих оставил их около своих ног и он постелил свой изар на постель и лег прилег и он так ждал лежа то есть тихо спокойно лежала до тех пор пока я пока он не предположил что я уснула аиша притворяется спящей и пророк саллаху алейхи после этого когда он подумал что она уже заснула хотя аиша не заснула вот фа-эхава рида агур вейдан то есть пророк саллаху алейхи взял свое рида потихоньку надел сандалии потихоньку открыл дверь вышел а затем приоткрыл тихонько дверь чтобы не шуметь и ушел удалился что говорит аиша фа-джа'альту дыр айфераси вахтамарту ватаканна'ту изари то есть она говорит что я оделась полностью химара делала изара делала и так далее сумман талакту аля исрихи и последовала за ним то есть начала следить за пророк саллаху хатта джа'ал бакия и он дошел до кладбище бакия и он там стоял и пробыл долго аиша за ним все это время следит сумма рафа'а ядейхи салата марат и он поднял трижды руки сумман хараф фан харафт затем он развернулся или повернулся и я повернулся или повернул фа-асраку фа-асрак и он ускорил ход я ускорила ход фа-хар-вала фа-хар-вальд и он пошел пешком я пошла пешком таким быстрым фа-ах-дара фа-ах-дар и он фа-ах-дар это ладу пошел обычным ходом я пошла обычным ходом фа-саба-кту-гу то есть я опередила его то есть она проследила за ним но раньше него вернулась в дом она говорит фа-саба-кту я его опередила фа-дахал-кту я зашла в дом фа-лейса иллен таджа'кту фа-дахаля и как и тут он вошел и сказал маленький а аишу ха-ши-раби то есть поскольку аиша шла быстро бежала и так далее да то есть она тяжело дышала человек лежащий спящий не должен тяжело дышать то есть и проксос он заподозрил это что-то не то вот и он сказал о аиша что с тобой почему так тяжело дышишь культу ля шей сказал ничего каль ну просто сам понял что что-то не то лету хбирини ау ля юхбиранни латыфу хабир либо ты мне расскажешь все как есть либо мне сообщить добрый всеведущий то есть либо аллах не спошлет откровения мне сообщить культу я расуле аллах она сказала о посланник аллаху пусть отец мой мать будут выкупом за тебя это известная фраза у арабов то есть она таким образом как бы хотела искупить свою вину понимала что неправильно поступила мне она сообщила ему он и тогда пророк салсам сказал в анти саваду ле леви ра айту амами так это ты была так черное пятно которое видел перед собой ну поскольку в темноте он то есть заметил силуэт какой-то черный культу на она сказала да и тогда пророк салсам чуть-чуть стукнул ее по груди который даже как бы за которой она даже почувствовала боль то есть пророк салсам разгневался на нее сумма кал а затем он сказал и стукнул ее как бы слегка по груди а затем сказал азананти ай яхиф аллаху алейки ва расулюху муайша ты подумала что аллах и его посланник поступят к тебе несправедливо то есть намек на то что ты подумала так плохо обо мне что я будучи когда это твой день твоя ночь пойду брошу тебя пойду к другой жене намек это между строками читается обратите на всю эту как бы драму конфликта между самим посланником аллаха и аиши обратите внимание фа инна джибриил атани хина раити и тут просто салсам начинает объяснять почему он так поступил и что произошло и так далее поистине джибриил он пришел ко мне когда ты это видела все но когда это все я делал то есть тихо вышел тихо и так далее фанадани он позвал меня фааджабтуху я ответил ему вуалям якун ядхулю алейки ва кад вадати фиабаки а он не входил к нам в дом тогда когда ты уже разделась потому что ангелы не заходят в дом когда есть раздетое тело все он пришел джибриил позвал пророка салсам я подумал что ты уснула и мне было неприятно тебя разбудить я побоялся что ты если я уйду как бы ты будешь знать что я ушла почувствуешь себя в диком одиночестве и джибриил мне сказал поистине господь твой велит тебе дабы ты пришел к обитателям баки то есть к умершим и помолился за них то есть попросил аллаха прощения за них культу кейфа акулю лагум я расулю аллах тогда аиша спросила у посланника аллаха как бы поняв все это и переводя русло уже в такой благой хороший воспитательный процесс как она обычно всегда делала все эпизоды на это указывают и в этом как бы показатель ее мудрости кстати и она спросила у посланника аллаха а что мне говорить то есть научи меня то есть если я попаду на кладбище что мне говорить скажи и кстати говоря эту дуа надо заучить поскольку эта дуа пришла в судне таким образом обратите внимание очень многие кстати хадисы вот так передала аиша скажи мир обитателям этих обителей из числа верующих и мусульман и да помилует аллах те которые опередили те которые придут позже то есть те которые уже умерли и те которые умрут позже по-любому все мы пойдем в могилы и поистине если на то воля аллаха будет мы к вам присоединимся вот такой дуа проходит в сунне и такой дуа надо говорить когда мы заходим заходим на кладбище то есть автор здесь говорит что подчеркивает мать правоверных аиша несмотря на то что она знала она ведь знала то есть какое место занимала в сердце посланник Аллаха особенное она несмотря на все это то есть у нее были такие вспышки ревности более того она даже ревновала к умершей жене первой жене пророку салсалям к хадиджи как это мы уже неоднократно повторяли в этих уроках и она говорила махзирту аля имриин махзирту аля хадиджи я никогда не ревновала настолько насколько ревновала к хадиджи представьте но несмотря на это пророк салсалям он это все понимал мудро мудро относился к этому мудро лечил это ну реакция была разная на самом деле видите то есть тут на самом деле как бы наверное единого какого-то решения нет каждый случай он индивидуальный и это подчеркивает здесь автор что иногда пророк салсалям реагировал на это с улыбкой иногда пророк салсалям давал как бы легкое поучительное то есть поучение давал наставления а иногда то есть критиковал и даже в этом случае то есть слегка ударил айшу даже по груди как это передается от энаса ибн малик еще один случай тоже интересный что сказал энас пророк салсалям как обычно был у одной из своих жен и одна из его других жен отправила то есть в этот дом получается блюдо с едой передает что это было либо согласно другой версии это было ум саляма разные версии есть фадараба таляти эннабию фибайти гаядархадам то есть и та жена не упоминается здесь имя ее ударила по руке прислуги которые слуги которые принес эту еду это был всплеск ревности то есть она ударила естественно все это разлетелось тарелка упала разбилась вот ну как мужчина будет реагировать когда женщины сак тебя будут вести что он сделает то есть либо разобьет другую обычный мужчина другую какую-то тарелку либо она кричит на орет но обратите внимание как пророк салсалям реагировал то есть он понимал что это ревность то есть источник проблем ревность поэтому он как бы снисходительно отнесся к этому он просто молча собрал обломки этой тарелки затем собрал еду просто прокомментировал то есть ваша мать заревновала то есть он задержал немного этого слугу который принес эту тарелку и взял из дома то есть где был целую тарелку отдал слуге сказал отнеси той принцип справедливости а ту разбитую оставил в этом доме получается такой интересный случай этот случай приводится кстати у бухари ибн хаджар то есть трактуя этот хадис что говорит этот хадис указывает на то что не следует взыскивать не следует взыскивать ту которая ревнует за ее поступки поскольку она в таком состоянии находится с одурманенным разумом то есть лишена частично разума по причине гнева источником которой является ревность вот такой комментарий ибн хаджара к этому хадису и пророк с алсалем следующий пункт он порицал за слова тоже интересный момент неправильные слова оскорбительные слова которые допускали себе то есть жены пророков по отношению друг к другу вот пожалуйста вам то о чем я всегда и говорил передает аиша она сказала культу линнаби хас бука мин софия ка ва тяда я сказала пророку достаточно в софии то того то и того то ну имеется ввиду она начала упрекать софию укорять софию упоминать что-то негативное о ней вот та не косы даже здесь упоминается что то есть что она короткого роста то есть на ее недостаток такой факал пророк с алсалем это пресек то есть он сказал лакад культи калиматен лау музиджат бима иль бахари ламазаджатху ты сказала такое слово которое если бы смешали с морем то оно бы смешалось то есть смешало бы море то есть настолько это тяжкое слово то есть таким образом он ей дал такой урок то есть испортило бы все море ну опять же то есть как сказал ибн хаджар за спрос за то что исходит от женщины в порыве ревности нету спроса то есть поскольку она лишена разума в этот момент у кана я труку гунна ли ягтас ли ягтасасанна мин баады гинна порой он допускал тоже кстати говоря интересный момент он допускал кисас между женами чтобы они друг другу возмещали тоже интересный случай тоже передает аиша 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 говорит жены посланника Аллаха разделились на две части то есть на две группы фа хизбун фихи аиша уа хафса у сафия у сауда то есть одна группа это аиша хафса софия сауда уа хизбул ахар вторая группа ум саляма и остальные жены посланника Аллаха во кана мусульмуна кад алиму хубба расулила аиша то есть мусульмане уже поняли окружающие поняли поняли особенную любовь посланника Аллаха салям к аиши фаида кянет аинда ахадихим гадиятун юриду эн ягдияга иля расулина аххара если бывало так что кто-то из людей из подвижников хотел подарить посланника подарок он откладывал это до тех пор пока не доходил черед аиши то есть он хотел подарить этот подарок в день аиши чтобы подчеркнуть это то есть специально так делали но это люди сторонние делали факеллама хизб ум саляма естественно вторая группировка женщин это поняли что так происходит чтобы когда пророк салям в аиши постоянно приходят подарки и они это прочувствовали поняли естественно их это обидело чисто по-человечески их это обидело и что они сказали факеллама хизб ум саляма если группа ум салямы сказали сказали ум салямы иди ум саляма и скажи посланнику Аллаха чтобы он сказал людям тот кто хочет подарить посланнику Аллаху саляму то пусть дарит этот подарок в том доме в котором находится пророк салям то есть надо это откладывать зачем это то есть имеется ввиду намек на то что это аиши постоянно приходят подарки когда пророк салям в доме аиши и ум саляма действительно пошла и сказала он никак не отреагировал то есть пророк салям промолчал фасаэльнаха факалят и мы спросили ее то есть ум саляма и она сказала он мне никак ничего не сказал он никак не отреагировал промолчал факульна лага и опять они сказали ей ум салям то есть иди скажи еще раз пусть он что-нибудь тебе ответит фадара илейха факаляматху и когда пришел опять ее черед она опять ему это сказала то есть ум саляма это сказала пророк салям факаля лага ла ту дзини фи аиша не не причиняйте мне не досаждайте мне в том что касается аиши фа инна лвахья лам ятин иву ана фи тяуби мратин илля аиша ведь поистине откровение в то время как я буквально если порадить в одежде женщины приходит только тогда когда я в одежде аиши то есть он подчеркнул что откровение приходит к нему именно тогда когда он у аиши и это исключение то есть когда он с другими женщинами откровение к нему не приходило то есть особенный статус факалят ацубу илля лаги ман азака я расулюллах тогда он саляма сказала я каюсь предаллаху мин азака в том что причиняла тебе страдание или боль у посланника Аллаха ثамма инна гунна даауна фатимата бинта но эта группа женщин она не остановилась на этом обратите внимание то есть в этом же риваяте который передает аиша потом они позвали фатиму дочь посланника Аллаха фастаэзанат алейхи ва ху муттаджа'ун мааи фи мараты то есть попросили ее о том же о чем попросили ум саляму и вот она попросилась к пророку саламу тогда когда он был с аиши под одним покрывалом факалят факалят то есть фатима сказала о посланник Аллаха инна азваджака арсель арсель нани ясэльна кал адля фи бинти бни аби кухафа о посланник Аллаха а фатима тоже особенное положение имела перед пророком салсом любимая дочка которую пророк салсом всегда встречал то есть целовал усаживал на свое место особенное место у нее было о посланник Аллаха поистину твои жены отправили меня к тебе и просят тебя о справедливом отношении касаемо дочери ибна абу кухафа имеется ввиду абу бакр имеется ввиду аиши имеется ввиду тот же самый вопрос факалмат фатима фатима встала факал то есть я перескочил здесь и тогда пророк салсом сказал я бунайя о моя доченька аля тухиббина ма ухибб смотрите ответ пророк салсом разве ты не будешь любить то что я люблю она сказала да конечно полюби эту то есть пророк салсом говорит я люблю аишу ты полюби ее и тогда фатима сказала когда это услышала и сообщила о том о том что услышала ну что сказала ей пророк салсом факульна лага и тогда эти женщины опять сказали ей мана раки агнити анна миншей мы видим что ты нам ничем не помогла фатиме сказали фарджа и ля расули ля факалат фатима иди опять еще раз к посланнику Аллаха то есть с этим же как бы настаивали тогда фатима сказал валахи ля укалиму гуфи га абада клянусь Аллахом я не буду говорить пророк салсом об аиши еще раз никогда и тогда они отправили зейна бин джахш представьте насколько вот эта ревность была сильная в женах пророк салсом и как они досаждали пророк салсом мы говорим о матерях правоверных о матерях верующих у которых особенный статус вот но тем не менее то есть это жизнь и как вести себя в этой жизни то о чем я всегда говорю не отправили зейна на этот раз поскольку у нее тоже было особенное положение как аиша здесь подчеркивает по отношению к посланнику Аллаха салсом и здесь аиша подчеркивает достоинство зейна и она говорит я не видывала женщину лучше в религии то есть религиозность подчеркивает зейна нежели зейна и более богобоязнен нежели она и более правдивый в речах нежели она и более той которая поддерживала родственные связи нежели она и той которая очень часто очень много жертвовала из пожертвований нежели она и то как она отдавалась полностью в то дело которое верила подчеркнула все эти ее качества за исключением одного единственного качества и здесь аиша его передает что она была вспыльчивая то есть зейна была вспыльчивая то есть вспыхивала быстро и успокаивалась быстро то есть вспыльчивая была зейна несмотря на все эти положительные качества и вот значит зейна пришла к пророку Саусам попросилась войти о послании опять же с аишей вместе под одним одеялом то есть это упоминается здесь в реваяте то же самое положение как и Фатима когда зашла то есть под одним одеялом с аишей факалят и зейна сказала я Расуль Аллах о посланник Аллаха поистине твои жены отправили меня к тебе просят справедливости у тебя по отношению дочери Абу Кухафу калят то есть аиша сказала дальше сумма то есть мы упомянули да о том что зейна была вспыльчивая то есть в этот момент то есть зейна не сдержалась и вспылила то есть начала осуждать порицать аишу фастаталят алейх то есть это продолжилось то есть не так что она что-то сказала один два три слова нет она начала говорить говорить наговаривать на аишу говорить что-то ее осуждать порицать и так далее а пророк со своим все это слушает вот вот вам жизненный случай смотрите калят аиша у аэна архубу расулиллах то есть аиша была умная какой-то в хорошем смысле этого слова хитрая мудрая в это время она следила за посланником аллаха она об этом сама она говорит я слежу за посланником аллаха и слежу за зрением его за взглядом его разрешит ли он мне ответить ей потому что она порицает ее осуждает ее и так далее фалям табрах зайнаб хатта аравту инна расуле Аллах ла як рагу инантасар и зайнаб не переставала меня осуждать до тех пор пока я не почувствовала что посланник Аллах ассалям не против то есть не будет как бы ему не будет неприятно что если я начну ей возражать если я ей отвечу аиша говорит фатакалямат фатакалямат аиша таруду аля зайнаб то есть аиша начала отвечать зайнаб хатта аскатат до тех пор пока то есть зайнаб не замолчала то есть она заставила молчать зайнаб и аиша даже это прокомментировала вот так аиша аиша сказал фалямма вакаату биха лям аншабха хатта анхайту алейха когда я обрушилась на нее со своими то есть порицаниями со своими словами я ее не не отпустила до тех пор пока не обезоружила пока не сломила такие острые фразы и тогда пророк посмотрел на аишу и улыбнулся улыбнулся и сказал поистине это дочь абу бакра этот хадис приводится у бухари такой длинный хадис приводится у бухари этими словами то есть пророк подчеркнул насколько она была умная разумная женщина то есть аиша что проявила терпение до тех пор пока враждебное отношение к ней не было стало не стало явным и очевидным и что она имеет право ответить на такое как бы на 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 эти все слова это все комментарии к этому хадису вот такой дивный интересный случай ибн хаджар комментируя этот хадис также сказал хадис указ на то что жены соревнуются друг другом ревнуют друг другу ибо на анна ибо в мужчин допустимо молчать если это происходит если перепалки словесные происходит, и дабы он, то есть мужчина, не склонялся в ту или эту сторону, этот хадис с таким вот комментарием Ибн Хаджара.